25 дней. С 9 до сегодня 25 дней вот так живем. День и ночь. Вот там одну классу стали, вот напротив. Там они ночью спят. 72-летняя Саида Сатарова третью неделю вынуждена ночевать в школьном саду под открытым небом. Вместе с сыном и внуками они разместились на территории общего развивательной школы в Самоканде. Причиной этому стал пожар, возникший 9 июля в результате установки нового газового счетчика. В то утро домовладельцев предупредили о том, что придут сварщики и установят умный счетчик с подключением к системе ОСКОК. Пенсионерка рассказывает, что процесс установки изначально был неправильным. Со стороны подрядчика не были предусмотрены противопожарные меры. При отключении газа в контрольном кранике в трубах была утечка природного газа. Когда сварщики начали разрезать газопровод, вспыхнул небольшой огонь. 20 сантиметров пламя было. Вот где кондиционер стоит. Пламя вот такое. Это можно было устранить. Потушить можно было. Потом она взяла большую скатерть и она намочила и дала этому. Он не смог. Наоборот, выбросили это все. Потом вторую дал. Он тоже не смог. Потом он сам спрыгнул. Это же высоко. Больше метра это. Вот и это пламя прямо на этот магазин пошел. Это пламя все пошло вот так и сразу это все сгорело и вот на этот зал пришел. Это тоже пластик все было. Вот это все пластик было. За 25 минут с лишним времени пламя охватило почти весь дом. Вначале загорелся магазин, рядом с которым устанавливался газовый прибор. Моментально огонь начал охватывать все больше жилой площади и переходить в соседские дома. В результате происшествия горела бытовая техника и имущество на площади 100 квадратных метров. И это как пошло, я вам передать не могу. Они меня вынесли. Я говорю, я в ту эту сторону пошла. Я кричу, так сделайте, чтобы соседи не пострадали. Уже мой все уже, я говорю. Это пламя как ушел, потом они четверо меня прям вот так взяли на руку. Оттуда все этот пластик же, все падает на нас. Но мы вышли, нас это всех вынесли. Спасибо людьми. Не менее 100 человек зашли здесь. Вот это все открыли. Вот где вы зашли, вот это 2-4 комнаты. Все вынесли. Они не сказали, вот у нас горит, вот у нас горит. Не сказали. Все вынесли. Мне после полтора часа, по-моему, после пожара звонил мой племянник, что у нас дом горит. Я в шоке была, честно говоря. Как дошла сама, не знаю. У меня ребенок еще маленький. И мы доехали, смотрели, что все сгорелось. Да, просто очень тяжело, но я никому не хочу этого. Поэтому просто я хочу восстановить наш дом. Установкой газового щечка в семье Сатаровых в тот день занимались работники общества с ограниченной ответственностью «Маракангаз-счетчик-сервис», функционирующие с 2008 года. Фирма через тендер получила возможность заниматься установкой умных газовых счетчиков в домах. Руководитель предприятия Шахебидин Ширинов, осознавая свою вину, признается, что размер нанесенного ущерба очень большой, примерно около 1 миллиарда сумм. Он не в состоянии его возместить, но по мере возможности поможет восстановить сгоревший дом. Как произошло, до сих пор я в шоке. Не знаю, как. Уже прокуратура, Тиргауча занималась сегодня, вчера тоже был. Пусть они законы посмотрят, я не смогу все это делать. Что у меня есть, возможно, буду помогать. Ну, так на все не могу. Уже на суд сдал сегодня. На место ЧП также прибыл директор газового филиала «Худудгаз-самокан» Олимес Акулов. По его мнению, основная часть материального ущерба должна быть покрыта за счет подрядчика. Материальный ущерб должен покрыться за счет фирмы. Сейчас Пусть по этому поводу идет расследование. Занимаются органы. Они свое решение дадут по этому происшествию. Я думаю, в скором времени это решится. Ну, несмотря на это, мы со своим коллективом решили оказать помощь. На сегодняшний день вот сейчас мы проживающие комнаты посмотрели. Здесь работа есть, но не так страшно. Мы это все восстановим. В результате пожара сколько от домов пострадало? Ну, три дома пострадало. В основном два дома чуть-чуть выше отгорели. Там проблем таких больших у нас нет. В основном вот это было. В основном. С теми домами вопрос вроде бы этот наш подрядчик решил. От них претензий не было. Единственное, вот здесь немножко затянулись, так как они, он взял обязательство на себя восстанавливать, но немножко затягивает. И на сегодняшний день, чтобы люди вот так не мучились, мы сами решили все же подключиться. Как заверили газовики, в ближайшие два месяца дом Саиды Сатаровой будет полностью восстановлен.